Меньше двух недель до единого дня голосования кандидаты времени не теряют, знакомят потенциальных избирателей со своими планами. Кандидат в областную думу от партии «Гражданская платформа» Игорь Марарь встретился с представителями Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского округа города Мурманск. Ветераны встречают кандидата по-домашнему с чаем и сладостями. Да и гость с порога показал заинтересованность проблемами ветеранов и принес хорошую новость. Мы как раз буквально 10 минут назад приняли решение о том, что 33 маршрут, который идет с Орликова до Свердлова, и мы его продлеваем до непосредственно Шриковой, чтобы люди могли к вам приезжать. Дальше общение в форме диалога. Народ интересуется предложениями, с которыми партия идет на выборы. Одно из них связано с сокращением числа депутатов на зарплате из бюджета с 32 до 10, что позволит вырученные средства пустить, например, на привлечение медицинских кадров, приобрести для них жилье. Потому что мы понимаем, что очереди в значительной степени из-за того, что просто специалистов нет. У нас врачей нет. Средний возраст у нас врачей 50-55 лет. То есть люди просто выходят на пенсию и уезжают. Да и вузов в регионе нет, выпускники которых могли бы компенсировать нехватку кадров. Единственное решение в данном случае – приглашать молодых специалистов с других регионов, соответствующие мотивируя. Напомним, единый день голосования за кандидатов в Мурманскую областную и Государственную думы состоится 18 сентября.